5 декабря в Твери прошли памятные мероприятия, приуроченные к Дню памяти Святого Благоверного Князя Михаила Тверского. В этом году исполнилось 703 года со дня духовного подвига Небесного Покровителя Верхнего Лжья. Частицу мощей Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в Тверь вернули всего 4 года назад. С Божественной Литургии в Воскресенском Соборе Христо-Рождественского монастыря теперь начинается каждое 5 декабря. Каждый год в этот день жители Твери собираются и в городском саду, где установлен поклонный крест Небесному Покровителю Верхнего Лжья Михаила Тверскому. Здесь прошла традиционная церемония возложения цветов. Мы традиционно стечаемся здесь, у памятного креста, чтобы почтить память нашего благоверного, святого Благоверного Князя Михаила Яславича Тверского. В этом году, уже 20-й год, мы встречаемся на этом месте. У памятника святому благоверному князю 5 декабря традиционно выставлен пост исторической памяти. От площади, названной в честь великого князя, проводят экскурсии для школьников, которые затем продолжаются в горсаду у поклона у креста и в областной картинной галерее. Здесь, по словам участников, всегда узнаешь что-то новое. Борьба, я считаю, была нечестная, так как, по сути, Юрий был заодно с врагом России, с Золотой Ордой. Поэтому я считаю, что победа Москвы над Тверью за главенство на Руси была нечестна. Михаила Тверского казнили в Орде в 1318 году. Перед этим он дал серьезный отпор татарам в Бартеневской битве. Немаловажное значение здесь имело и политическое соперничество Твери с Москвой. После Бартеневской битвы в плену у Михаила оказалась сестра татарского хана, на которой, как говорили, ради выгоды женился московский князь Юрий Данилович, чтобы забрать у Твери ярлык на княжение. Ходили слухи, что в Тверском плену ее отравили. Князь Михаил был срочно вызван в Орду, что, собственно, подразумевало возможную казнь. И если бы он не поехал, татары разорили бы город Тверь. Мы на этой иконе видим иконографический облик Михаила Ярославовича Тверского. Вот именно тот иконографический облик, который был описан в средние века. На таких уроках истории школьники изучают жизнеописание князя Михаила Тверского. Рассуждают о его личности, жизни и героической гибели. Михаил Тверской – это князь, великий князь России, которого везде любят, можно так сказать. Потому что, когда обвинили его в клевете, был выбор. Либо он идет в Орду и отвечает за это, либо будет плохо его городу. То есть, навредят, хотели разгромить, сжечь. И он решил спасти свой народ. На этой неделе в Твери запланированы и другие мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Исторические часы, викторины и выставки также пройдут в библиотеках и муниципальных учреждениях культуры. Субтитры создавал DimaTorzok